Всем привет, ребята! Вы на канале Футбол Ньюз. И это новый сезон всем полюбившейся рубрики «Футбольный аналитик». В первом выпуске нового сезона мы разберем полуфинальный матч Кополейка 2019 года, в котором встретились хозяева турнира бразильцы и их непримиримые конкуренты из Аргентины. Что из этого получилось и кто достойнее быть в финале, узнаете в сегодняшнем ролике. Готовы? Тогда поехали! У сборной Аргентины значимых потерь не было, а вот у Селесау было две значимые потери. Первая – Эвертон, играющий на позиции левого вингера, а вторая – Фернандинио, играющий на позиции центрального опорного полузащитника. Но даже без этого бразильцы сумели обыграть своих оппонентов. В первой минуты матча сборная Аргентина полностью завладела инициативой, но не сумела реализовать ни один из своих шансов. Зато сборная Бразилия свой первый стопроцентный шанс превратила в забитый гол. Данелос красиво убрал Парадеса, выдал отличную передачу на Роберто Фермина. Тот прострелил в центр вратарской, откуда Габриэль Жедус с пяти метров поразил ворота Армани. 1-0. Теперь рассмотрим этот эпизод детальнее. Трое футболистов бело-голубых совершили ошибку в данном эпизоде. Песелье, Парадес и Талия Фико напрочь забыли о Габриэле Жедусе, который стоял во вратарской и кинулся сбирать мяч у Роберто Фермина. А тот просто взял и прострелил, даже не ожидая того, что на него кто-то наводет. Но, как итог, аргентицы совершили огромную ошибку, которой бразильцы сумели воспользоваться. Следующего опасного момента долго ждать не довелось. Лианель Месси выполнил подачу со штрафного. Сертио Гуэра подобрал мяч и выиграл борьбу на втором этаже. Нанес удар по воротам, но попал в перекладину. После чего мяч откачил в сторону. На этом стоп-кадре четко видно, как Мартинио слишком рано выбежал в штрафную площадь. Тем самым позволил Сертио Гуэра избежать офсайда. Аргентине с этим воспользовался и нанес удар по воротам. Правда, попал в перекладину и забить не удалось. Следующий опасный момент случился аж на 66-й минуте. И тот же после штрафного в исполнении Лианеля Месси. Правда, в этот раз капитан сборной решил самостоятельно проявить по воротам. Но Алисон Веккер был на высоте и потащил мертвый мяч из верхнего угла ворот. Вновь вам предлагаю рассмотреть момент детальнее. Правда, в этот раз я укажу не на ошибки, а на грамотные действия. Гол-кипер Ливерпуля Алисон грамотно занял позицию в воротах, тем самым не позволив Лианелю Месси забить гол прямым ударом со штрафного. А стенки из игроков сборной Бразилии вовремя отошли из линии вратарской и создали офсайд для игроков сборной Аргентины. Казалось бы, с таким обилием моментов возле ворот Алисона сбор в Аргентина должна была вести уже 1-2, если даже не 1-3. Но, знаете, как говорят, не забиваешь ты, забиваю тебе. Габриэль Жезус подхватил мяч в центре поля, по пути оторвался от двух соперников, прострелил в центр вратарской, откуда Роберто Фермина забил в пустые ворота. 2-0 и все уже было понятно, что вопросы по победителю сняты. В моменте со вторым голом ошибку допустили Фойт и все тот же в плане ошибок Николаса Даменни. Они оба пытались догнать одного футболиста, а если быть точнее, то Габриэля Жезуса. Но успехом их попытки не увенчались. А вот почему Парадес думал, что догонит Фермина Труссой, мне до сих пор непонятно. Кстати, как его вообще взяли в ПСЖ? Или он точно так же бегает в Лиге 1? И вот прозвучал финальный свисток, который сообщил нам о том, что сборная Бразилии выходит в финал домашнего Копа Америка. На своем был, как всегда, Виша, канал Футбол Ньюс. Любите футбол, подписывайтесь на канал. Пока!